Всем привет! Вы с Олегом Соскиным. 2 января, 23-й год. Давал я вам разные видео, где анализировал события происходящие, в том числе уже вот что будет сейчас. Как будут продолжаться перманентные бомбежки Киева, как главного центра принятия решений. И цель Путин уже его банда приняла, и через Суровикина это реализуется. Это уничтожение Киева как города, и Киевской области, и городов. То есть как главного центра принятия решений. В принципе то же самое будет делаться и с другими городами, и цель эта поставлена. Живая сила у них есть. Иранские дроны есть. Своих ракет не хватает, они их доберут иранскими, северокорейскими, и китайскими, и так далее. Тем более с Китаем они договорились о стратегическом сотрудничестве, и Китай заявил в Синдзепин, что будет поддерживать. Поэтому вот эта шапка закидательства, что он там будет в изоляции, что там у него какие-то такие будут очень большие проблемы, и так далее, и так далее. Это все ложь и брехня. Но вот этот коллапс, этот Армагеддон, апокалипсис будет происходить, в центре которого Украина находится, будет происходить в условиях мировых экономических финансовых катаклизмов. Они уже есть. Просто понятно, что абсолютное большинство граждан Украины, Белоруссии, Польши, Российской Федерации, кто живет на этих всех пространствах русскоговорящего мира, это как-никак где-то больше миллиарда человек, чтобы так понимать. Поэтому, когда всякие болваны говорят, что надо ликвидировать русский язык в Украине, то это означает, что вы лишаете людей возможности лингвистического коммуникатирования на уровне одного миллиарда человек. Вы же им не даете английский, как можно дать английский, что вы им даете английский или немецкий язык. В Украине уже половина, считай, университетов разрушена и колледжей. Уже школьного образования нет. Дети ж не могут учиться. Как они могут в условиях тотальных бомбежек учиться? Поэтому одно забирают, а другого ж не дают. То есть, фактически, Зеленский, я же говорю, он осуществляет геноцид. Украинцев не выпускают. То есть, вы сейчас подведут итог 22 года демографии. Я думаю, Лебанова правильно говорит, Элла Лебанова. Я думаю, в 22-м меньше единицы будет. То есть, это геноцид Зеленский. А в 23-м году вообще не будет роста украинского населения. Рождаемости не будет. То есть, есть убыль. Огромная убыль идет на фронте. Гибель идет молодых, которые могли бы иметь детей детородного возраста. А мужчин не выпускают, поэтому они со своими женами не могут тоже производить детей. Таким образом, Зеленский уничтожает украинскую нацию, украинский народ. Что и требовалось доказать. Значит, он член Хаббада. Ему цель поставлена этими ашкеназами. Вот это, как они там, Любавичские Равины. Как его фамилия? Равина Гламова. Ну, это так. Это так. Для понимания. Нету сил же. Все оппозиционные силы разгромлены. Нету. Свобода выродилась. Ну, наверное, была. В ней всегда была вот эта кагибистская часть. Да и если взять того же Тягны Бока, который ее угробил. О чем речь? Надо его посмотреть, кто его отец и так далее. Вот. Как он закончил свою жизнь и прочие вещи. Надо Пупса посмотреть. Это же не проблема. Связь Пупса с тем же Семой Могилевичем. Это же тоже не вопрос. Ройтман есть. Все расскажет. На пальцах, как говорится, по каждому стрижку расскажет. Гиллетей может рассказать. Ярема может рассказать. Есть же кому рассказать. Много же людей. Поэтому ситуация в середине Украины, она катастрофическая. Я вам объяснял это. Ну, например, госдолг вырос за ноябрь. Украинский совокупный госдолг. Внутренний, внешний гарантированный. Например, только за 1 ноябрь. На 4 миллиарда 340 миллионов долларов. И достиг 107 миллиардов 460 миллионов долларов. А ВВП в это время сократится за 22-й год. Минимум на 50%. Ну, вот. То есть, госдолг превысит уже фактически ВВП в два раза. Вы понимаете или нет? Ну, экономистов же практически нет в Украине. Политэкономы, финансисты. Их что, кто-то готовит. Ну, и в мире катастрофа полная. Смотрите, вот я вам за 22-й год дам, чтобы вы понимали такие, ну, как бы точно такие данные, которые более-менее покажут вам, что не надо надеяться, что что-то в ближайшее время улучшится. Наоборот, будет ухудшение постоянное. Так вот, например, в 22-м году что произошло? Ну, например, Тесла потеряла, Илон Маск реально потерял две трети своей стоимости корпорация Тесла потеряла. Можете представить? Две трети. Ну, например, крах криптовалюты в 22-м году биткоин потерял более 60%. То есть, если у него был, он поднимался почти до 70 тысяч в ноябре 21-го года, то сейчас его цена где-то 16 тысяч там, в районе 16 тысяч там было. 400-500 долларов, ну, я думаю, сейчас опять упадет в 23-м году, нет никаких оснований, что она увеличится, потому что американская федеральная резервная система опять ставку подняла, плюс идет обвал всей экономики, плюс дезорганизация энергетических рынков. Поэтому биткоин будет падать и падать, плюс крах произошел вот этой второй по размерам биржи криптовалют, ну, фактически махинаторы ее разграбили. Таким образом, сейчас будут рушиться уже более мелкие, которые с ней связаны, поэтому я думаю, что он вообще до 10 тысяч. В крипте ничего не держите. То есть, они не выполнили той миссии, которая на них возлагалась, они не превратили криптовалюту в реальные деньги. Они просто все ушло в хитромудрые спекуляции, в наживы и прочее, поэтому эта система работать не будет, не будет. Слишком много махинаций. Дорвались воры, воры, разбойники захватили рынок криптовалют. Все, его не будет. Это и так, Теслу назвал, Илона Маска вам назвал, но это еще не все, это только начало. Крипту вам сказал, что с ней будет. Производитель чипов NVIDIA потерял 50% своей стоимости. Представляете? Акции американских технологических таких компаний, как Apple, например, Microsoft, упали почти на 30%. Alphabet, это материнская компания холдинга Google, YouTube и так далее, потеряла почти 40%. Но это их политика, это результат их действий. Вот этих запретов, YouTube каналов, преследований инакомыслящих. Вот это все, то, что они делают, запретительное формирование алгоритмов, которые осуществляет YouTube. Очень громоздкая схема оплаты Royalty тем, кто, собственно, составляет основу YouTube и основу системы Google. Высокие налоги, которые платятся с YouTube, с Royalty, например, вот 23%, представляете, это просто безумные по американскому законодательству забираются налоги. В результате идет крушение Google и YouTube, крушение, реальное. Должны появиться альтернативные, но пока они, к сожалению, почему-то не появляются. Ну, появятся, рано или поздно появятся. Свято место пусто не бывает. Цукерберг потерял его мета, Facebook упал на 64, почти на 2 трети потерял стоимости. Но зато у него, там у него жена, китаянка или кто она, вот она в положении и он сфотографировался, что ждет наследника. Но крах идет полной кампании. То же самое, то же самое. Линия такая же была, как у других корпораций, социальных сетей. Не допускать инакомыслия, не допускать разнообразных мнений. Вот вам, пожалуйста, мета, фактически деградация полностью Facebook. Фондовый индикатор SP500 снизился на 19%. В 23-м будет дальнейшее падение. Ориентированный на технологии NASDAQ композит на 33% упал. Стоимость рынка криптовалют, вот вдумайтесь, цифра названа, упала на 1,7 триллиона долларов. Это просто вылетело с пользования. Это ж люди обанкротились, они стали бедняками. Оно ж кому-то принадлежало, это все. Дальше, такое я вам еще скажу, что прогнозируется аналитиками, что будет еще снижение выручки в Америке, 155 миллиардов. Очень тяжелая ситуация и у Амазона, и у Микрософта, тоже идет падение. Европейская технологическая отрасль, вдумайтесь, за 22-й потеряла 400 миллиардов рыночной стоимости. Совокупная стоимость государственных частных технологических компаний в Европе упала на 2,7 триллиона. Понимаете? То есть, рыночная стоимость крупнейших мировых медиакомпаний обесценивалась более чем на 500 миллиардов. И можно продолжать, продолжать и продолжать. Более того, идет падение цен на энергоносители. После того, как введен был потолок на российскую нефть Уралс, 60 долларов, она постепенно уменьшается, ее цена постепенно. И сегодня она где-то уже 54 доллара. Ну, поднимется, ну, потом опять упадет. То же самое приблизительно происходит и с Брентом, и в ВТИ. Но это еще не все. Важно, что у россиян тоже идет обвал. То есть, я вам даю такую общую картину. Поэтому вот эти рассказы Зеленского, что какие-то деньги придут. Денег нет, ребята. Денег нет, как говорил Медведев. Но вы держитесь. Но их и не будет. Их не будет. В Украину деньги не придут. В Украине практически нет уже доходной части, внутренней доходной части бюджета. Да, договорились. США будет давать полтора миллиарда долларов в месяц. И Европейский Союз полтора миллиарда долларов в месяц. Это три миллиарда долларов в месяц. Ну, евро там опять, долларов. А надо уже минимум шесть миллиардов. А лучше семь миллиардов. А чтобы Украина могла воевать все время. И при уничтожении ее экономического, народного, хозяйственного потенциала необходимо десять миллиардов в месяц долларов. Понимаете или нет? Бюджет России сто сорок, ну, сто пятьдесят миллиардов долларов военный бюджет. Сто пятьдесят. То есть, они на войну могут тратить в месяц порядка десять, одиннадцать, может, миллиардов долларов. Вот, они будут тратить. А они в три раза больше, чем Украина. Почти в четыре. Ну, в три с половиной. Поэтому, естественно, Украине надо тоже соответствующе делать вложения. А где эти деньги брать? Если мировая экономика рушится, ее обрушение будет усиливаться. Мы еще про Китай не говорили. В Китае полный швах. То есть, фактически, мы наблюдаем с вами. Двадцать третий год это будет крах мировой экономики и, соответственно, Российской Федерации. Поэтому Путин будет спешить вести войну в Украину. Ну, и Украину. С чем я вас все и поздравляю. Вот такой небольшой бы анализ я вам сделал. Поэтому, кто там бегает вот это вот в этих городах и думает, слушает вот эти болтовню про победу, про то, что на границе. Чтобы на границе выйти, надо иметь финансирование в месяц 11 миллионов пенсионеров, миллионная армия, плюс полиция, нацгвардия, тыл и все остальное. Вы понимаете или нет? Надо иметь в месяц 7 миллиардов. Это минимум, минимум, а лучше 10. А есть только 3. Ну, пусть еще в середине страны как-то они нашкрябают еще январь, февраль, может март еще по 2 миллиарда. Ну, и все. А после марта ситуация еще будет. Вот так она идет по неспадающей. Вы с Олегом Соскиным. Поддерживайте канал, подписывайтесь, рекомендуйте друзьям. Хотите знать правду, хотите знать, что вам делать? Слушайте, смотрите Олега Ильича и поддерживайте Олега Ильича. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok